привет друзья сегодняшнем ролике я покажу сразу две свои партии еще в прошлом году было очень много пожеланий чтоб я выложил какие-то еще партии сыгранная защитой пирца уфимцева и сейчас я решил это пожелание в общем-то выполнить значит так наверное многие из вас удивятся увидев увидев первый ход то есть скажу какая же это защита уфимцева чем она хороша в первую очередь так это тем что здесь после чем хорош вариант который я избрал так в первую очередь тем что против тех кто играть против любителей староиндийской защиты можно играть вот такую схему g3 то есть после е4 возникает позиция из защиты уфимцева белая не хотят ставить пешку на c4 в этом есть свои плюсы и свои минусы плюсы в том что пешка c4 теперь не подвержена атакам со стороны черных никто на нее не нападет не конь с b6 не пешка с b5 если черные решат играть волжскоеобразное построение минусы в том что все-таки пешка c4 очень жестко обеспечивает белым контроль над центром а здесь такого нет еще из плюсов все-таки у белых на одну фигуру больше развита чем обычно в стране индийской защите вот этот популяр этот вариант виноват приобрел популярность после нескольких побед анатолий евгеньевича карпова в частности эти партии я комментировать и даже вставлять в файлик сейчас бейс не буду потому что партии карпов корчной последняя партия матча в багио и карпов тиммон вы их найдете где угодно то есть помимо шахматной базы и они попали во многие учебники прокомментированы сильными шахматистами известными вот даже более известными чем я вот в этой позиции у черных много ходов если мне не изменяет память тиммон играл коня 6 или ед потом коня 6 или c6 ведь и уже не помню перчатой тоже избирал что-то связанное с ходами c6 и конь bd7 для надежного контроля над полем d5 в 1999 году финский если мне не изменяет память шахматист по фамилии ноура сыграл со мной конь c6 вариант тоже достаточно известный и популярный здесь белым надо меняться играть слон g5 основная идея поставить коня на d5 коня на c6 есть вот такой серьезный недостаток очень важно что конь d4 сейчас плохо потому что после конь d5 ну как плохо то есть еще есть вот слон е6 переводя в основную линию но вот ход c6 проигрывает из-за е5 и на взятие коня ферзь bd4 белые отыгрывают фигуру остаются с лишней пешки у черных есть слабость на d5 и плохой король что компенсации за пешку служить не может после хода слон е6 на конь d5 снова уже не так хорошо конь d4 потому что здесь белые меняются и вместо е5 делают сильный ход конь f4 нападая на слона е6 в этом варианте мне удалось выиграть относительно неплохую партию тоже по моему в 1999 году в воронеже или в 98 память они не ворожь в круга не партия в базу не попала у меня она есть где-то тетрадках возможно тоже ее потом приведу то есть заполнили прокомментирую вот а мой противник в петербурге сыграл конь b8 тоже ход логичный конь идет на d7 но все-таки ходу конь c6 и конь b8 это потеря двух темпов и белое конечно же немедленно пользуется f4 угрожает f-e f-e слон c4 взяли коня и здесь очень важно взять именно ладью f на d1 что просто он бьет е2 не было вилки тут черные взяли на f6 но вроде больше возможности оставляла для обороны вот такая линия хотя конечно перевес белых не вызывает сомнений они безраздельно владеют единственной открытой линии у них преимущество двух слонов при ослабленном в центре черном короле но после слон бьет f6 черным еще если теперь слон же 4 ну примерно то же самое у белых стойки перевес владение линии d и все остальные плюсы про которые я уже рассказывал вот то есть может быть после он слон бьет f6 не сильно а вот вот слон b5 видимо просто проигрывает после e5 висит на b7 и естественно слонов белые не менее перина ладья е8 наиболее упорных вот белая проводят е6 и их позиция близка к выигранной черные отыгрывают качество но слабость черных полей слабость пешек перзевого фланга говорит о том что позиция белых почти выиграна после коня 6 тем более следует е6 ну и вот здесь после и 7 ладья е8 я упустил очень легкую победу потому что мне понравился совершенно понравилась другая ли сразу заканчивала партию ладья d8 потом ладья d1 отдали слона но брать ладью на 8 нельзя из ладья d8 шаг и ладья бьет a8 и все закончилось на меня привлек очень сильно привлек следующий вариант на конь е4 отдать качество потом забрать его обратно и черная полностью скован у них ходить может только король или слон по большой диагонали основная идея белых поставить короля на c5 сыграть c4 b4 b5 и либо оттеснить слона c6 либо отрезать его от ладьи е8 если он встанет на а4 поэтому черные должны как-то с этим бороться вот они допустим поставили такую растут на ферзевом фланге вот так расставили пешки но у белых выигрыш достигается даже без жертв принципе слон бьет g5 тоже выигрывает после а же король f6 грозит h6 h7 в общем и вообще ходов то нету черных надо ну на король h7 последует король бьет и все но можно то же самое сделать совершенно бесплатно черный король вынужден если черный король отходит теряется на f7 у слона ходов нет поэтому вот в этой позиции мой противник сдался то есть разноцветные слоны это не всегда ничья партия которую я начал показывать то есть партия с если не ошибаюсь марчин его звали в общем против ноура она игралась человеческим порядком ходов если мне не изменяет память е4 d6 d4 и конь f6 конь c3 g6 а вот антистроиндийским порядком ходов была сыграна партия на москву москве на аэрофлот оппани в 2011 мой противник сыграл здесь ладья е8 теперь если разменять ферзей то вроде бы у белых поприятней но коль то уже на b8 пешка встанет на c6 и конца три белых будет у белых будет очень пустым черный кончили за 6 7 попадет на е6 и в свою очередь начнет присматриваться полю d4 поэтому h3 то есть примерно так играл еще на туле евгенич карпов то есть на c6 заготовлено слон е3 чтобы на еды взять слонов на d4 я прошу прощения за звуки это кошка я записываю не из тюмени как вы видите видео и куда этого кота деть я пока не знаю но переписывать я не буду потому что нет все равно заводят чего ему надо непонятно конь c6 сыграл мой противник ну примерно та же позиция вы могла бы возникнуть в случае еды если сразу поставить коня на d7 то белые уже ну тоже сыграют ладья е1 что в общем здесь как-то очень важно брать на d4 вот скажем по моему c6 партий как раз карпова было не помню g4 он играл или играл а4 скажем а4 а5 g4 вот я помню что там комментировалось что скажем в ответ на ферзь c7 по моему белые вызывают ход h6 это очень почему-то важно было потом уходят слоном на е3 и вот здесь если черные бьют на d4 то белые бьют уже слоном чтобы их лошадь отправилась на g3 и вроде как все великолепно расположен то есть совершенно другая идея ухода конь c6 черные пытаются разменяв пару лошадей нивелировать недостаток пространства то есть чем меньше фигур тем стороне у которой не хватает пространство легче играть именно поэтому следующий ход белых b2 b4 белые пытаются все-таки захватить пространство на ферзи вам фланг ну и лишние размены никому не нужны поэтому b5 мы готовим очень неторопливо то есть сейчас b5 грозит да потому что слон теряется но на b6 мы ходим не b5 потому что а опять то есть также захватили пространство напали на пешку b6 если возьмут на а5 то пешка a6 слабая плодя на опять расположена здорово и у белых серьезный такой небольшой но очень серьезный плюсик ввиду заметного пространственного перевеса после b5 конь d5 конь на d5 стоит великолепно если его разменять то белые проведут c4 потом проведут b5 и пешка а станет проходной здесь была возможность просто все разменять и ладе f6 некуда ходить в связи со связкой на h3 то есть у белых снова развязаны руки для игры ладья d1 потом c4 а то и е4 и е5 каких-то вариантах то есть тут явно лучше белых но мне понравился ход ферзь c3 вынуждающий ответ противника то есть черные пожертвовали качество если ладья куда-то отойдет на h4 то будет долгое время вне игры находиться а если на е1 там вообще на h3 е7 то есть компенсация выглядит великолепной но ответная жертва на g7 и после f5 f3 ладья е1 даже вот только фиш 9 на небольшой глубине начал признавать что у белых все-таки серьезный ну не стойки перевесить дает плюс равно на деле эта позиция близкая к выигранной потому что до белого короля добраться невозможно а при тяжелых фигурах позиция открытая позиция черного короля обрекает их в общем-то на совсем унылую защиту то есть шансов спастись нет на мой взгляд ладья c8 как-то черном надо активизироваться проводить c5 вот h4 вроде потеря времени здесь только фиш считает что король же 2 существенной точнее то есть выигрывает сразу но и короли в 2 ход тоже очень сильный угрожает ладья е7 черная вынуждена играть слон c6 да по моему здесь важный момент был что вот ладья е8 невозможен из-за ладья бьет и всеми на ладья бьет е1 мы даем шах и у нас лишняя ладья а после ферзь д5 вот я чувствовал что выигрываю здесь каким-то точным ходом но времени в этот момент уже было очень мало я как сейчас помню это ну меньше трех минут уже оставалось до конца партии а так как с добавлением требуется записывать записывать в общем-то ход ферзь c3 был сделан без особых раздумий а вот после король g1 фиш говорит что черным надо сдаться угрожает ладья g7 шаг на король h8 ферзь е7 с неизбежным матом а белый король вроде как на ферзь d1 шаг уходит через h2 на h3 то есть пешка f3 играет серьезнейшую роль в защите белого короля у черных такой пешки на f6 нет после ферзь c3 произошел переход в такую шпили здесь черные просто обязаны были играть слон d5 активизируя свою ладью здесь у них все-таки какие-то шансы на спасение есть тому же у белых есть выбор что в 3 ноте сделать не так то просто я по-моему хотел играть вот такую позицию идет пешка идет пешка с другой стороны у черных очень активный слон ладья пешка d4 ограничивая серьезно уже белого слона и шансы на спасение на мой взгляд вполне реальные а вот после пассивного ладья a8 спастись черным уже невозможно несмотря на то что ход h5 еще безобразный но на король f8 я собирался возвращаться слоном на d4 и после король е8 ставить его на g7 вызывая h5 то есть пешку d6 я бы а мог бы и пешку d6 забрать если честно так вот после h5 выясняется что несмотря на то что все белые пешки на расположены на полях цвета своего слона а у черных одна расположена на поле противоположного цвета у белых совершенно выигранная позиция это что пешек поровну никого вводить в заблуждение тоже не должно у белых в игре лишняя фигура лишний король по силе в этой позиции этот король не уступает в общем-то ладье то есть по сути лишняя ладья ну и в общем-то после d5 черные начали уже понимать тут надо как-то откупаться материалом но немножко запоздали ладья h7 чтобы спастись от мата надо отдавать слона но это ненадолго задерживать в общем-то финал вот такая вот пара партий в варианте с g3 вот еще раз повторюсь вариант направлен исключительно против тех кто играет староиндийскую но в принципе с этим вариантом я не возражаю против каталона не возражаю пока что против бинони потому что пешки на c4 пока что нету и на эту тему у меня есть еще несколько партий вот именно попытка перейти пирса у финцева из закрытых дебютов но в общем то на этом все мне уже пора бежать скоро надо будет отправляться в екатеринбург сейчас я пока в тагиле а потом на самолет в общем спасибо всем кто смотрит кто еще не подписался подписывайтесь не забывайте ставить лайки дизлайки тоже я не возражаю с вами был международный гроссмейстер роман овечкин до новых встреч остальных